Доброе утро! Доброе утро! Как всегда, рада нашей встрече. Сегодня с вами добрыми мыслями и хорошим настроением поделится российский актер театра и кино Дмитрий Исаев. И первым делом хочу вас поздравить с рождением сына. Спасибо. Вас и вашу супругу Оксану пожелать, естественно, здоровья и малышу, и всей вашей семье. Как они себя чувствуют? Прекрасно. Прекрасно. Мы все хорошо, мы прекрасно родились, здоровые, бодрые. Я надеюсь, что в том же состоянии, вернее, уверен, что и будем продолжать. А имя придумали? Пока нет. Нет? Ну, хотя бы приблизительно что-то. Есть какие-то споры в семье, может быть? Споров никаких нет, мы просто думаем, надо подобрать все-таки, будем грамотно. Сейчас я приеду, наконец, вернусь в гастроли, и мы этим займемся плотно, я его жду. А как старшие дочки, Полина и Софья, отреагировали, что у вас родился сын? Ревность присутствует? Они очень взрослые, я, в принципе, так уже ждал внуков через пару лет, но, видите, оказалось, что моя пенсия отодвигается тоже вместе с этим делом. И прекрасно они отреагировали, и они помогают, и это очень важно. И они делают это с большой приятностью, скажем так, и мне это тоже очень компонирует в этом смысле, поскольку у меня тоже были некие мысли по поводу того, что как они отреагируют, не будет ли вот каких-то неловкостей каких-то, не то что ревности, но все-таки есть еще один ребенок. Это, ну, нет. Но вы хороший папа. Вот и посмотрим. Там был уже давно, им 20 лет, и я уже начал подзыпывать, какой я папа для маленького ребенка. Сейчас увидим. А хотели бы, чтобы сын продолжил вашу династию актерскую, ведь вы из семьи актеров. Насколько я знаю, бабушка, прабабушка пели на профессиональной сцене. Будет ли он, не знаю, я думаю, что ему все-таки самому выбирать некую подготовку. Конечно, но хотелось ли бы вам? Не думаю. Надо посмотреть и сходить из того, какое будет время и какой будет спрос на что. Мне кажется, что надо все-таки быть более адекватным и какие-то свою жизнь, жизнь детей, может быть, и не стоит так кардинально выносить. Есть всестороннее образование, включать в себя и музыку, и живописи, и танцы, и, не знаю, для мальчика, борьбу, все что угодно. Мне кажется, что вот это должно быть. И, конечно, отдых в детстве. А свою первую роль помните? Вам же было всего лишь пять лет, когда вы сыграли Моцарта. Да, помню. Это было в Пушкине. Мне кажется, что я сейчас прав. Я помню эти пуряки, первый костюм свой. Дожливый день, в общем, как всегда в Питере, холодный. Вот, свое стояние где-то с скрипкой на фоне дворца, часовое. Помню. А на что потратили первый гонорар? Вот этого я не помню. Я никогда не умел обращаться особо с деньгами, они такие летучие для меня момент. Я сейчас учусь этому, надеюсь, что научусь, так что нет, не помню. Но первую роль вы получили благодаря тому, что играли на скрипке, так предполагаю, да? А как сейчас обстоят дела с музыкой? Вот скрипка – это предмет интерьера или все же живой инструмент? Она сама по себе очень индивидуальна, поскольку хороша. Я давно уже не играю. Для того, чтобы играть, нужно несколько людей, которые с тобой, по крайней мере, ну, если не смотрят в одну сторону, по крайней мере, вы играете что-то одно. Ну, к примеру, джаз или психоделик, ну, или что-нибудь такое, что мне нравится. У меня сейчас таких людей нет, и вообще трудно из-за занятости какой-то, из-за нашего расписания всеобщего. У музыкантов свое, у меня как-то свое. Мы немножко не то, что разбрелись, но каждый вынужден, да и делает с удовольствием свое дело. Но иногда достаете скрипку. Она же у вас уникальная. Расскажите. Да, она уникальная. Она действительно мне досталась уникальным образом. В общем-то, по счастливой случайности из-за того, что один человек уезжал, ингрировал, и мне так же вот осталось за границей этот скрип, я ее привез. Она мне служила прекрасную совершенно роль в свое время, прекрасную службу. В общем, благодарный инструмент, который терпел все мои переезды с севера на юг, с юга на север, перелеты в один день. Начало 19 века, это правда? Ну, да, абсолютно верно. К музыке некогда возвращаться, да, я так поняла. А к спорту? Ваше тоже прошлое достаточно серьезно было связано именно со спортом. Вы даже были тренером по фитнесу и выступали в постановочных боях на ринге, таким образом зарабатывали деньги. Так это? Всем занимался, по-моему, в юности все, что приносило деньги. Все, что возможно было, где заработать, там я зарабатывал. Пытался это сделать как-то. Сейчас спорт, нет, я уже давно выбираю как бы спорт, который мне был удобен, который мне нравилось заниматься, но вот кино мне принесло достаточно количество травм, с которыми я периодически борюсь, и, ну, как-то все должно быть в меру. Ну, я считаю, что спорт, он должен быть в той или иной степени, но обязательно присутствовать. Дайвинг, например, да? Совсем недавно у вас появился в жизни очень удивительная история, потому что я читала, что вы боитесь плавать. Да, да. А вот боитесь плавать, и тут дайвинг, это как? Ну, знаете, у меня как бы есть разные такие странные фобии, но, да, я боюсь плавать далеко. Но я как бы могу, наверное... А глубоко нет? Глубоко нет, но как бы это немножко по-другому. Ну, вот так получилось. У меня прекрасный инструктор, украинский инструктор был, который мне подарил просто этот мир, прелестный совершенно человек, очень спокойный, что меня и подкупило, что мне, в общем-то, дал возможность заняться этим делом. Для меня главное спокойствие, я очень тяжело относилась к нервным людям во всех проявлениях своих. Поэтому вот в данный момент мы совпали как-то вот тогда. Если проанализировать ваш творческий путь, то у вас не было ровной дороги, у вас были то взлеты, то падения. Вы как к этому относились вообще? У вас были какие-то периоды переживания, не знаю, как там депрессия, ведь творческие люди-то вообще тонкие натуры. Ну, это больше относится даже не к профессии, а просто к какой-то обычной жизни. Я не могу сказать, что у меня уже были такие взлеты или падения. Нет, я вышел на какой-то определенный уровень и стал в нем работать. Ну, а потом было затишье, например, там 2003 взлета, потом затишье, потом оп, опять все вас говорят, все вас приглашают. Вы знаете, вот опять же, рядом со мной были люди, которые очень хотели, чтобы меня приглашали, которые вот прям вытолкали меня в этот мир. Я всегда с этим боролся. Если судить по тому, когда я выходил, скажем так, в свет, да, такое было, у меня назидательное это, не то, что мне просто надо, надо, надо. Я в какой-то момент ломался, выходил туда, не потому, что я это терпеть не могу или меня это раздражает, нет, просто у меня другая жизнь. Я по-другому себя как-то воспринимаю, существую. Выходить в свет мне было, как мне казалось, незачем, не с чем и нечего там искать. Работа, она присутствует и в любом положении присутствовала. Искать работу в свете для меня оказалось всегда глупым. Ну, как же пиар? Вот я понимаю, что и без пиара я прекрасно живу, а с пиаром я живу так же. А какие у вас цели вообще в жизни, в профессии? Учиться мне очень бы хотелось бы играть в классику, играть в русскую классику, советскую классику, зарубежную классику. И тут нет предела и каких-то ограничений. Когда говорится о классике, говорится, я хочу все. Вот это определенная творческая жадность, которая присутствует. Мне очень хотелось, чтобы в мире антрепризов, в которой я существую, появилась классика. Как вот советскую, будь то там «Бедный Марат», там «41-й», «Варшавская мелодия», и еще ряд спектаклей, там «Сказка Старого Арбата». Я уже как-то, я старался в этом работать, мне повезло, мне дали такую возможность. Я считаю, что это вечное. Я тоже считаю, что вечное – это русская классика. Вот это меня интересует школа. Меня интересует встреча с режиссером и не высосывание из себя опыта, а вот забор его у кого-то более, не то, что более сильного, ну, как бы, просто человек, который позволит мне это сделать и предоставит мне какие-то разные взгляды на какие-то вещи, чтобы не повторяться, не быть односложным, не быть каким-то прямолинейным, не делать то, что я уже делал миллион раз. Вот развитие. Меня интересует развитие. Хорошо, ну, это творческие планы. А в личной жизни лето? Отдыхать планируете? Нет, не планирую. У меня съемки в Минске. Я с удовольствием провожу время в Минске, с огромным. Мне здесь нравится. Я его открыл для себя несколько лет назад, нашел место, где мне нравится жить, там живу, чувствую себя великолепно, снимаюсь и дальше собираюсь это делать. Хороший у нас город? Да. Он хорош тем, что он мягкий, он добрый, он, ну, тем, что не гостеприимный, я не знаю, я как-то вот вне, опять же, каких-то вещей. Скорее всего, да, гостеприимный. Я здесь был на чемпионате, на хоккее. Вот. Он спокойный. Мне здесь комфортно. Мне комфортно гулять вот именно там, где я живу, в тремя уровня старого города. Вот. В общем, здорово. Приятно слышать. И напоследок, доброе пожелание нашим зрителям. Они так нужны ранним утром. Весны, тепла, любви и добра к себе и любви к себе тоже. Это очень важно. Будьте себя любить, будем всех любить, будьте здоровы. Так что, спасибо. Спасибо вам. Всем хорошего дня. Пока.